итак ну давайте начнем будем убирать все подряд все что мешает все что лишнее значит и начнем с радиатора да то есть мы его по-любому надо снимать мыть чистить смотреть что у него там внутри как он вообще живой-неживой да тут хомуты новые стоят валертик наверно валертик привет если это ты ставил а муты хорошие и патрубки верни тоже а вот провод с датчика вентилятора надо открутить тут сидит жестко так есть тут такой хитрый болтик с шайбочкой которая прижимает клемму какая-то даже шайба квадратно его желательно не потерять сразу оставить так дальше радиатор нас крепится вот здесь у двумя вот такими полукруглыми креплениями да а еще же снизу потом в принципе нас его все равно сорвало с блока но чтоб он нам не мешал вытаскивать лучше снимем отличного в радиаторе остатки воды она сейчас плюс 3 она растаяла и вот это самые сложные тех хомуты которые заржавели а еще вот жалюзи у него жалюзи на отвертке принципе тут ничего сложного здесь два ключа 1417 здесь такие прикольные еще родные подушечки идут типа как на кардане у жигуля когда он крепится подвесной кузова там втулочка такая железная две подушечки сверху шайбы но должно быть так по крайней мере сейчас посмотрим что здесь здесь этого нету но еще родные болтики смотрите во первых мелкая резьба до дента давай о мелкая резьба и плюс дырка под этот самый под шплинт то есть это реально еще родные болты вот шестьдесят четвертого года и даже гайка еще вот корончатая под шплинт раритет здесь вот есть вот я про что говорил с этой стороны было вот тут такая резиновая подушечка резиновая подушка и в ней втулочка как бы вот чтобы это в ухо вставляется до другой стороны резинка опять то есть чтобы резинки не раздавливались вот это такая амортизационная подушка вот на 21 волги при креплении радиатора да вот это родные болты именно отсюда вот я свою делал точно такие же были вот мелкая резьба вот это вот м8 болты и корончатая гайка под шплинт это видео ребят именно для тех кто будет разбирать вот свои волги то есть меня ребят просили что делать такие же подробные видео как по жигулю ты делай вот поэтому в принципе я делаю вот а снизу радиатор если мнение изменяет моя память по крайней мере у меня там такие два болта закручиваются в сам радиатор сейчас посмотрим так да все верно так и есть вот эти два болта они закручиваются именно вот видно да вот один белый вот второй они закручиваются на специально здесь такая балка стоит под радиатор вот она да вот этот балк это специально именно для того чтобы радиатор крепился то есть просто этот кручу им снизу эти два болта и радиатор у нас тогда выйдет спокойно вверх так ну вот эти два болта и их выкрутил да отсюда и просто обратить внимание ребят на балку вот балка которая да вот это вот это плесень это плесень реально почему потому что в машине была залита вода то есть она вытекла просто и здесь постоянно была влага и все заплеснивало короче и вообще вот красили машину да вот мастера ну и оставили вот такое вот гамно внизу ну просто это вот характеризует человека да который делает что-то на отвали то есть ну ты уже делаешь нормально тут немного работы просто почисти хотя бы его и покрась той же мастикой снизу не говоря уже о покраске ну в общем короче работы тут офигеть ну вот плесневая балка это вообще хит так теперь радиатор снизу у нас два болта откручены боковые крепления откручены датчик откручен патрубки верхний и нижний сняты жалюзи этот тросик сняты а теперь мы его можем свободно вытаскивать вверх прилип вот так вот так ну вот он радиатор я его снял значит вылил из него там вытекла тупо ржавая песок с водой или вода с песком так ну видно что он тёк да вот здесь вот возможно даже из-за воды он где-то и треснул начал протекать из-за замёрзшего льда да ну вот опять же плесень на нём ржавчина короче я не знаю этот радиатор пытаться его восстанавливать или не пытаться у меня мысли просто вот поставить если не гнаться за оригиналом поставить другой современной подобрать от той же 3110 да вот как у меня машинка моя личная с 406 мотором там такой же объём ну 2,3 вот даже здесь вот плесень спереди эх 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 так ребята и вот эти вот подушки да радиатора нижние которые там были на видео плохо видно значит вот так вот она эта штука выглядит да здесь вот ээээ толстая такая резинка специальная здесь металлическая втулка идёт снизу большая шайбая резинка то есть вот таким вот образом это всё собирается втулка ставится во внутрь балки то есть чтобы это всё дело не раздавливало обязательно сюда эээ подушка да подушка под низ и получается мы сквозь балку пропускаем бом и здесь вот приварили есть крепеж да у радиатора с гайкой приваренной и мы просто всё дело сюда закручиваем это нужно обязательно то есть не надо прикручивать эээ если у вас потерялись вот эти подушки если чего-то нету то есть ну это лучше сделать потому что если поставить без подушек радиатор будет эээ принимать все вибрации да от кузова от неровности дороги от мотора хотя мотор там тоже на подушках стоит особенно от неровности дороги то есть очень будет сильно вибрировать шататься или его может просто расти растрясти то есть это вот именно сделано с завода то есть что здесь подушки да что сверху крепления вот я вам показывал там маленькие такие же то есть это надо ставить обязательно ребята подпишитесь сейчас сразу на канал жмите вот эту кнопку и вы будете всегда первыми узнавать о новых полезных и интересных видео всем удачи и добро пожаловать на мой канал ну я м я Субтитры сделал DimaTorzok